Человек 21 века вездесущ. Он и высоты небесные покоряет, и глубины морские осваивает. С одним из таких современных героев мы и хотим вас познакомить сегодня. Артем Шапаев, продвинутый дайвер, человек, которого знают в лицо все рыбы Красного моря. И не просто знают, наш собеседник – настоящая гроза морских обитателей. У рыбы сами от нас в шоке, потому что всего боятся. Тем более таких больших рыб, как для них выглядит человек. Самое главное – не трогать ничего под водой, потому что рыба может проявлять агрессию только в том случае, если вы нарушаете ее домашнюю территорию. То есть если рыба спряталась в норке, и вы туда засовываете палец, ну, однозначно вас тяпнут. Маленькие рыбки-то не тяпнут, а вот большие акулы, если верить американским фильмам ужасов, полруки только так оторвут. Для дайвера большое счастье увидеть акулу, то есть мы их специально ищем. Это удача, что ли, приметы хорошие? Нет, это просто интересно понаблюдать за этими большими грациозными животными. Есть признаки поведения агрессивных акул, то есть поэтому если мы видим, что она агрессивно настроена, то мы просто уплываем и все. Но иногда на морском дне дайверы натыкаются не только на экзотических рыбок. Случается подводникам и полезные вещи находить. Чаще всего дайверы находят потерянное снаряжение другими дайверами. Это уже какая-то... Сбирает себя? Ну, если не находят хозяев, то да. Слушайте, а клад не пробовали искать? Ну, мало ли, в этих кораблях что может быть? Ищем, пока не нашли. Продолжаем искать. Расскажите о своем таком запоминающемся путешествии. Запоминающемся, наверное, прошлое наше путешествие, которое было в октябре этого года. Мы ездили, ныряли на Красное море и мы погружались на затонувший корабль «Тиссельгорн». Это бывший английский корабль, который в 41-м году был впущен аудио, в 42-м был потоплен. То есть, отлично сохранившийся рек. Действительно, незабываемые впечатления. Сложный дайвбл, сильное течение, но очень красиво. То есть, на самом деле, впечатление массы. Конечно, чтобы полностью насладиться всей красотой Красного моря, нужно опуститься на дно самому. Мы, к сожалению, такую возможность вам дать не в силах. Зато вместе с Артемом можем показать кадры подводной видеосъемки затонувшего корабля «Тиссельгорн». Вот это вот обломки чего мы видим сейчас? В данный момент уже не знаю чего. Ну, собственно, это все, что осталось от корабля, я так подозреваю. Ну, от колеса грузовиков видно. Резина вообще отлично сохранилась. Вот сапог, смотрите. Сапоги, да, тоже их ничего не берет, они тоже резиновые. Ну, сапог вообще замечательно выглядит, в отличие от палубы. Ну, просто наверняка группа дайверов, которая была перед нами, стерла с него пыль и, может, примеряли. Но резиновые сапоги на английском фрегате далеко не самая странная подводная находка. Нашим дайверам удалось и более чудные затонувшие суда облазить. Корабль назывался «Иоланда», шел с грузом итальянской сантехники, был шторм, он налетел на риф, и утонул. Груз сантехники рассыпался по дну, то есть это унитазы, ванны, раковины, и стало достаточно таким интересным местом, куда все на реалит. То есть там эти унитазы растаяли, теперь как бы каждый дайвер должен на этих унитазах посидеть. Человек, который, уж извините, сидит на унитазе, показался мне смутно знакомым. Я пригляделась получше и, ну, так и есть. Не затесался ли в вашу команду наш дорогой, любимый оператор Игорь Ваедаков? Потому что я вот узнаю эту маску. Маска, маска, кто ты? Ага, ну да, так и есть. Это ваш сотрудник Игорь, который не так давно выучился нырять, и вот в прошлую поездку он как раз составил нам компанию. То есть вместо того, чтобы работать, Игорь бороздил Красное море? У человека был законный отпуск. Игорь буквально за неделю до нашей поездки только получил доверский сертификат, и поэтому поездка на море и погружение там для него были вообще в новинку, но несмотря на это он очень достойно держался. Раз уж мой дорогой оператор освоил подводное плавание, значит дело это не такое уж и сложное. Чем я, журналист-парапланщик, хуже? Вот-вот, пора и мне новую высоту брать, в смысле глубину. Человек я 21 века или нет в конце концов? И я решилась. Только это уже совсем другая история. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok